здравствуйте мои подписчики и гости канала это видео посвящено описанию конструкции и принципов работы греющих колонок и выдерживателей спиртового производства данное оборудование используется в машинно-аппаратурных схемах линий производства плесневых грибов для стерилизации маточных растворов питательную среду для выращивания грибной культуры стерилизуют при температуре 130 градусов цельсия в греющей колонке подогреватели вмонтированный в трубопровод по которому среда из смесителя поступает ферментатор или маточник на слайде показано устройство греющей колонки непрерывного действия для стерилизации среды направляемый ферментатор в цилиндрический корпус аппарата наружным диаметром 159 миллиметров и внутренним диаметром 149 миллиметров вмонтирован стакан высотой 400 миллиметров и диаметром 112 миллиметров с отверстиями диаметром 2 миллиметра отверстия располагаются на винтовой фаске выточенные по наружной поверхности стакана в кольцевое пространство между корпусом аппарата и стаканом через штуцер вводят пар под давлением 4 атмосферы который пройдя через отверстие пронизывает находящийся внутри стакана продукт нагревая его до температуры стерилизации 130 градусов цельсия для стерилизации питательной среды подаваемый в маточник применяют греющие колонки аналогичной конструкции примерный расчет греющие колонки для среды направляемый ферментатор среда нагревается в колонке непрерывного действия открытым паром при давлении 4 атмосферы с 30 до 130 градусов цельсия количество питательной среды для заполнения ферментатора 18 кубометров плотность среды ро с 1065 килограмм на кубометр удельная теплоемкость среды c среды 4,2 кило джоуля на килограмм кельвин длительность процессов стерилизации выдерживание и охлаждение среды 2 часа при расчете греющие колонки определяют производительность колонки расход пара на стерилизацию геометрические размеры производительности а греющие колонки это объем подогреваемой среды в час рассчитывается по формуле представленной на слайде количество тепла потребная для нагревания среды расход тепла на стерилизацию с учетом 2 процентных потерь тепла в окружающую среду и расход пара на стерилизацию в том числе объемный расход пара на стерилизацию рассчитываются по формулам представленным на слайде также на слайде представлена расшифровка обозначений входящих в формулу суммарная площадь отверстий в стакане необходимых для ввода греющего пара и количество отверстий диаметром от 2 миллиметра для ввода пара в среду расчет этих параметров представлен на слайде также на слайде представлена расшифровка обозначений входящих формулу и формула для расчета скорости истечения пара из отверстий стакана время пребывания среды в греющей колонке и скорость движения среды в греющей колонке определяются по формулам представленным на слайде на слайде также представлены расшифровка обозначений входящих формулы для обеспечения стерильности среду подаваемую ферментаторы и маточники после предварительного подогрева до 130 градусов цельсия в греющей колонке выдерживают в течение 15 минут в аппаратах трубчатого типа выдерживателях среда движется выдерживатели непрерывно длина пути и объем его должны обеспечить заданную производительность и необходимое время пребывания среды при температуре стерилизации первостепенное значение для выдерживателя имеет теплоизоляция так как температурный режим в нем поддерживается только за счет изоляции выдерживатели а представленный на слайде состоит из 8 или 10 вертикальных труб диаметром 325 на 8 миллиметров и длиной 4 метра каждая не считая соединительных колен выдерживатель содержит конусы 1 5 секции выдерживателя 2 3 4 распорку 6 планку 7 опору 8 и лапу 9 примерный расчет выдерживателя для среды направляемой ферментатор часовой объем среды поступающей из греющей колонки выдерживатель 9 кубометров в час расход пара в колонке при открытом подогреве среды 1855 килограмм в час необходимо определить производительность выдерживателя и длину труб среда в аппарате находится в течение 15 минут по формуле представлены на слайде определяем производительность выдерживателя потребную длину труб выдерживателя обеспечивающие время пребывания тау среды в нем 15 минут и количество вертикальных труб выдерживателя при длине одной трубы 4 метра этот расчет вы сейчас видите на слайде вы посмотрели четвертую лекцию из цикла лекций посвященных машинам и аппаратам для производства плесневых грибов на барде спиртовых заводов подписывайтесь на канал ставьте колокольчик уведомления а на колокольчике все уведомления переходите по ссылкам в описании или подсказках если хотите посмотреть другие видео по теме благодарю вас за внимание и до новых встреч